Ну что, всем огромный привет! С вами снова я, Кирилл. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И сегодня у нас с вами будет обзор аналоговой парфюмерии от бренда Enfess. Это какая-то дочка Усо. Вот, помните, у меня был обзор на Усошек? Там многое мне, кстати, понравилось. Очень неплохой бренд. Вот, у меня там любимый стал Peony Fruity. Вообще, очень сильно понравился. Вот, ну а сегодня мы с вами будем обозревать ответвление у Сошек. Это будет Enfess. Очень бюджетная аналоговая парфюмерия. Просто так обозревать мне было бы слишком скучно. Поэтому с вами, конечно же, будем еще и сравнивать. У меня тут три экспоната, которые у меня имеются в наличии. Вот, чтобы мы уже детально сравнили. Похоже это прямо один в один или не очень. Ну и, конечно же, остальные ароматы, которые у нас сегодня будут на обзоре, я их прекрасно знал. Они у меня в памяти. Кое-какие у меня в виш-листе. Я их прямо очень хочу. И они у меня продублированы в этой аналоговой парфюмерии. Ну и в честь этого обзора мы с брендом Enfess дарим вам промокудик. Квасин 10. На скидку 10%. И на три миниатюры в подарок. Поэтому, если у вас загорятся жопы после обзорчика, можете себе что-нибудь на пробу заказать. А я пробую эти ароматы с вами в первый раз. Ничего я еще не нюхал. Вот у меня здесь есть блоттерочки. И давайте, собственно, приступать. Давайте начнем с дизайна. Дизайн, ну как поймем. Дизайн тут сдержанный. То есть, ничего лишнего. Это у меня версия по 25 мл. То есть, такие вот коробочки. Достаточно качественные. Тут написано парфюмированная вода. Вот давайте вскроем. И тут у нас вот такой вот флакончик. Так вот выглядит флакончик у нас. То есть, совершенно ничего личного. Ничего лишнего. Вот. Все очень сдержано. И со вкусом. Итак, это у нас номер 06. Давайте с него и начнем. 06 номер. Я смотрю по проспектику. Это у нас должен быть. Томфор табакованиль. У меня его в наличии нет. Он у меня был, конечно. Но я от него избавился. Потому что он мне дико надоел. Так вот. Тестим табакованиль. Будет ли она похожа или нет? Ну, мне кажется, будет похожа. Потому что уже 150 вариантов было на табакованиль. И уже, мне кажется, все научились ее делать. Ну, похоже, очень. Что интересно, нету спиртовых нот. Даже похвально. Нету спиртовых нот. Хотя парфюмерия очень бюджетная. Спирта нету. Сразу, знаете, вылез такой табачок. Характерный такой, прям с ванилькой. Ну, как бы все. Табакованиль для меня сам по себе не очень интересный аромат. Потому что, ну, знаете, ну, он, во-первых, уже супер заезженный. Ну, во-вторых, тут особо по ароматике уж не разгуляешься. То есть, знаете, все банально, предсказуемо. Похоже. Похоже инфа сотка. Один минус мы с вами не посмотрим, чем они раскрываются. Но табакованиль у нас особо-то раскрытия не имеет. Он может уйти в сапог, в горящий, немножко в кожу. Но старт. И вот прям все, как он нанесся, прям один в один. Табакованиль инфа сотка. Кто хочет табакованиль по дешевке, берите. Очень похоже. Очень похоже. Так, ну, слушайте, старт у нас хороший. Давайте бакара. Я, конечно же, взял бакару. Хотя, я уже подозреваю. Тут даже, смотрите, они сымитировали тут блестки. Такие вот проаналожили такие блестки, люстры, все дела. Мелоча приятна. Ну, давайте пробовать. Ну, бакара, мне тоже, кажется, будет похожим. Потому что, ну, у нас все уже сделали бакару. Ну, да. Ну, бакара. Знаете, вот, некоторые говорят, вот я отличу бакару оригинальную на человеке от неоригинальной. Девочки, пиздёшь. Никогда вы не отличите. Любую бакару вообще нанеси. Хоть от Art Collection, NFS. И любые бренды вы не отличите. То же самое, абсолютно. Ну, знаете, вот эта вот химия, вся залуп синяя, одно и то же. Ой, ну, бакара. Бакара. Один в один. Похоже. Бакара у них получилось. Дальше флюор наркотик. Мы с вами идём по хитам. Конечно же, аналоговую парфюмерию создают на хиты. Почему? Ну, потому что флюор наркотик сколько у нас стоит? 14 тысяч. Готовы? Выложь, да положь. 14 тысяч. А тут, короче, совершенно минимум денег. Очень похоже. Слушайте, очень. Бергамот. И свербинка вот эта вот. Гаденькая. Мне вот не понравился флюор наркотик именно из-за этой вот свербинки, знаете. Такая вот здесь свербинка, такая вот какая-то химическая, такая вот противенькая. Здесь она тоже есть. И вот это вот бергамотище, прям конкретно бергамотище с лимоном. Вот это бело-цветочье. И вот это химическая свербинка. Всё как в оригинале, слушайте. Флюор наркотик у нас вот так. Ну, короче, вы тут узнаете сразу же всё. Тут на нём написано, короче, что это флюор наркотик. Пахнет очень похоже. Ну, вообще, ноль претензий. Ну, вообще не прикопаешься, девчонки. Так, давайте уже сравнивать. Вот у меня мой манго-скин. Это 20 мл, по-моему. Вот инфесовский манго-скин. Давайте вскрывать и сравнивать. Уже пошло, поехало. Так, наносим инфесовский манго-скин. Мангусю, ну, блин, это одно и то же. Наносим мой манго-скин. Ориджинал. Так, вот ориджинал. Вот инфесовский. Как будто один блотер, слушайте. Как будто один блотер. Это шок. Вот даже капельки нет отличий. Вот даже на капельку не отличается. Блин. Это что творится? Слушайте, я вам серьезно говорю. Вот даже не на капельку не отличается. Вот прям не на капелюсечку. Я в шоке. Я в шоке. До чего дошел прогресс у Васильды Нурес. Хрен отличишь. Хрен отличишь, девки. Манго-скин. Вот прям, вот прям, ну, совсем. Ноль отличий. Вот просто ноль отличий. Как будто один блотер одной жижей нахреначили. Девки, это шок. Это шок. Слушайте, очень похоже. Не очень похоже, блин. А прям, ну, не отличишь. Манго-скин вообще. Так, дальше, дальше давайте Зелинский Розен. Типа аналог на Зелинский Розен. Блэк Пеппер, Амбер и Нероли. Слушайте, девочки, я думал, что они просто будут похожи. А они как бы, вот, кстати, этот аромат я не очень знаю. Хотя мне все Зелинские, они мне пахнут освежителями воздуха. Ну, в духе Зелинский Розен, да. Зелинский Розен для меня, они все пахнут освежителями для того, этого лета. Они для меня вообще не представляют ценности. Вот, на Зелинский Розен интересно потесить. Ну, перец, Амбра, да, есть. Такие какие-то немножко кожистые ноты. Перец. Нероли, кстати, не слышу. Ну, тоже приятный аромат. Ну, такой простой, в духе Зелинский Розена. Не удивлюсь, если это будет один в один, тоже похоже. Ну, достаточно приятный. Но мне что-то Зелинский ни одни не нравится, ни один я в свою коллекцию не хочу. Но если вы дрочите на Зелинский Розен, что бы не прикупить. Ну, действительно, приятный ароматец в духе бренда. В духе бренда, мне кажется, это похоже. Дальше. Африканская кожа. Мема, которую я очень хочу в коллекцию. По секрету скажу, африканская кожа от мема мне пахнет опиумом. Тут у нас вообще все узнаваемо. Тигр, тигрулю, короче, мы нарисовали. И все дела. Сейчас, короче, будем тестировать, что у нас с тигрулей. С тигрой. Так нет. Не похоже, девочки. Вот хоть жопой убей меня, не похоже. Очень много пачулей. Очень много пачулей сюда положили. А в меме не так много пачулей. В оригинале. А здесь прям пачули-пачулистые, прям конкретные. Не слышу специй. Вот гвоздики вот этой вот не слышу. Вот, знаете, практически моно пачули. Африканцы под африканскую кожу мемом. Нет, не получилось, девочки. Не похоже. Ну, наконец-то, хоть что-то у нас, короче, не похоже. Нет, девочки, не получилось мемо у них. Так, африканская кожа. Ну, он практически моно пачули. Так, первый минус у нас. Хоть что-то радует, а то все одни плюсы. Дальше. Этот. Томас Камбала 0.4. Этот. Эппл Амур. Недавно я его, кстати, тестил. Мне показалось, бакара-бакарина смешанная с кирки. Короче, тестим. НФС аналог на 0.4 Космолу. Или Космолу. Ну, это, короче, не имеет особого значения. Так, 0.4. Эппл Амур. Или как там? Ну да, Эппл Амур. Ну да, кирки плюс бакара. Кирки плюс бакара равно четвертка Томаса Камбалы Космолы. Похоже. Вот прямо считается. Кирки плюс бакара равно четвертка Камбала. Возможно, это будет чуть легче. Чуть легче. Потому что, когда я нанес Камбалу, я там чуть не умер от киркиных намеков. Это будет чуть-чуть полегче по насыщенности. Но по композиции очень похоже. Очень похоже. Мне кажется, это, ну знаете, похоже. Похоже. Что тут подбирать? Кирки уже все давно подобрали. Бакару тем более смешали. Получилось Космолу. Похоже. Плюс. Дальше. Лос Чири. Вот Лос Чири, что интересно, в прошлом обзоре на аналоговую парфюмерию Лос Чири было не похоже. Сейчас посмотрим, получилось ли это у Энфесов. Так, Энфесы, если у вас не получилось Лос Чири, то, конечно, это большой пролет. Похоже. Вот похоже и все. Похоже. Но, вот знаете, Томфорд, когда вы его наносите, в нем очень яркая нота миндаля. Здесь она тоже присутствует, но не такая мягкая. То есть не такая плотная. Вот не такая плотная, но более размыленная. Отличается, но по композиции очень похоже. Похоже. Один в однюшечку. Но вот этот вот миндалек, немножко на минималочках. Немножко на минималочках капелюшечку. Но похоже очень. Похоже. Хотите вишню? Берите. Действительно, не прогадается. Дальше. Так, что-то у нас. 34. Биттер Питч. Томфорд. Биттер Питч, ну, конечно, мне кажется, тоже у них получился. Потому что я знаю аналог на Биттер Питч за 150 рублей. Ну, и много, конечно, кто сделал Биттер Питч. Сейчас посмотрим у Энфесов. Получилось ли оно? Похоже. Ну, вот хоть убей, похоже, блин, и все. Очень сильно. Я, Томфорд, Биттер Питч, хотел себе в коллекцию, на самом деле. Но не очень. Потому что, ну-ка... Потому что, ну, композиция очень такая игрушечная. И я бы его не носил. Да и когда его носить весной, летом? Летом он придушит. Весной это слишком напористо. Напористо. Похоже очень. Вот знаете, вот этот вот персик и белые цветы. Вот эта вот жвачечность также здесь присутствует. На мой нос очень похоже. Очень похоже. Один в один не могу сказать. Потому что у меня на руках нету Биттер Питч. Я его не так вот прям отчетливо помню. Но, да. То, что я помню в остатках, это пахнет так. То есть, суть не на блотере. Я скажу, это Биттер Питч Том Форд. Вот. Похоже плюсик. Дальше сравниваем. Дальше. Вторую молекулу. Original. И аналог от Enfys. На вторую молекулу. Или Enfys. Enfys или Enfys. Вот в общем вопрос. Мне кажется, тоже будет похоже. Потому что молекулы их там дома, знаете, собирают. Уже сколько аналогов на эту вторую молекулу. Мне кажется, не может быть, не похоже. Пшикаем Enfys. Так. И пшикаем. Мой флакончик. Один в один. Один в один. Вот. Не отнять, не прибавить. Один блотер. Как будто. Как будто один и тот же блотер нюхаешь. Ну, это шок. Один в один звучит, девочки. Вторая молекула. Попадание. Сто процентное. Вторая молекула. Рекомендуем. Девочки, похоже. Очень. Ну, не очень. Это прям. Ну, один в один прям. Дальше. Давайте сравним Делину. Вот моя Делина. Оригинал. И вот Делина от Enfys. Enfys. Почему-то мне Enfys хочется сказать. Вот. Тестируем, короче, Делину от Enfys. И мою Делиночку. Давайте нанесем, короче. Так. Делина Enfys. И моя Делиночка. Любимая. Так. Это у меня Origin. Это у меня Enfys. Есть отличие. Enfys намного слабже. Enfys слабже звучит. Легче. Делина тут прям шлейфит. Уже прям в нос уже залезла. Прям монструозно. Так вот расшлейфилась. Расфонилась. Enfys намного акварельней. Насыщенность у него менее насыщенная. Менее насыщенный. Менее яркий. Но читается Делина. Делина здесь просто уже орет на блотере. Сигнализирует. Ну вот прям. Enfys очень тихо звучит. Но Делина читается. По насыщенности намного слабже. Намного легче. Акварельная версия Делины. Ну не очень похоже. Делина чем она славится? Она славится как раз таки своей пуленепробиваемостью. То есть ты наносишь и уже охреневаешь там многие часы подряд. Здесь же у Enfys слабже. Слабже, легче, разведенней. Не так уж ярко. Как хотелось. Дальше. Номер 29. Это у нас Fucking Fabulous. Последний экземплярчик. И делаем выводы. Fucking Fabulous. Я его на самом деле не люблю. Но я его прекрасно помню. Похоже. Похоже. Вот это минеральность. Вот это вот какая-то резиновость. Вот этот вот узик такой вот. Типа. Такой вот какой-то пластиковый резиновый. Похоже на Fucking Fabulous. Очень. Похоже. У кого есть Fucking Fabulous в коллекции, купите. Напишите мне в комментах. Что пипец как похоже. Ну да. Причем знаете, Fucking Fabulous Том Форда. Когда вы его наносите, он тоже не орет. Ну тут тоже такая вот. Ну на средничке. Напористость такая вот. Похоже очень Fucking Fabulous. Слушайте. Итог. Ну я, как сказать, немного в шоке. Потому что очень много попаданий. Особенно я просто офигел от Manga Skin. Delina, который звучит вот прям идентично от второй молекулы. Которая просто идентично звучит. Ну конечно четверка Cosmola. Конечно. Ну что там говорить. Конечно очень похоже. Baccarat. Конечно дико похоже. Flirt Narcotic. Очень похоже. Zilin Skerosen. Ну вот попробуйте. Напишите. Los Cherry. Похоже. Очень. Delina. Ну с Delina немножко они, конечно, нахуй бесили. То есть по, как это сказать, по насыщенности. Вот не совпадос. Вот африканская кожа для меня показалась совершенно не похожа. Потому что африканская кожа для меня это какой-то, знаете, восточная версия опиума. Сен-Лоран. Здесь же это Mono Pachuli. Ну давайте перенюхаем. Ну прям земля, знаете. Прям землистые Pachuli как бы все. Ну вот максимально разочаровали меня африканские вот эти вот африканская кожа мимо. Ну вообще не похоже. Остальное я в шоке. Остальное я в шоке. Вы долго просили, кстати, обзор на инфес. Вот получается. Пишите ваши фавориты. А я, короче, пошел это все перенюхивать. Ну потому что действительно я удивился, что действительно так похоже. И это все тоже. Поэтому, девочки, ставьте лайки, пишите комментарии, если хотите подобные обзоры. Мне понравилось. Я прям впечатлен от того, до чего дошел прогресс. Что ароматы по мотивам, ароматы аналоги сделать так просто. Хотя может быть тяжело это все подбирать. Ну вот прям, ну знаете, один аромат не попал совершенно. Африканская кожа остальные. Ну вот пшикайся, никто ни за что не узнает, чем вы напшикались. То есть вы будете думать, что вы оригиналами нахреначили. А у вас инфесы по 3 копейки. Короче, девочки, обязательно возьмите себе на затест. Используйтесь моим промокодиком. Там 3 миниатюрки в подарок. 10% скидка. Я доволен. Я доволен и вам это рекомендую. Все, пишите в комментах ваш опыт с инфесами. Обсудим. А с вами был я, Кирилл. До новых встреч. Люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok